О главных новостях начало новой недели говорим далее на Фридом. В наше время важно знать о таком. США и партнеры готовы продолжить укреплять украинскую оборону. Новые поставки военной помощи Киеву обсудили на 22-й встрече Рамштайн, о чем договорились союзники. Силы обороны Украины сдерживают атаки российской армии и стабилизировали линию фронта на севере, а еще успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Идеальное значение это ноль кораблей в Азово-Черноморском регионе. Индия станет голосом глобального юга. Премьер-министр Моди подтвердил участие страны в саммите мира и других важных встречах по международной безопасности. Поляки взяли оружие в руки и готовятся к возможному нападению России. В Варшаве прошли военные тренинги для всех желающих. Вызовом для участников является осваивание базовых действий, связанных с угрозами, которые могут их ждать в будущем. Мы же все знаем, что сейчас происходит в Украине. Здравствуйте. Далее обо всем подробно. Министр обороны США Лой Тостин и глава объединенных штабов Соединенных Штатов Чарльз Браун провели 22-е заседание в формате Рамштайн. Оно прошло онлайн и фактически в закрытом режиме при участии представителей 50 стран-союзников. Была среди них и украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. В повестке дня противодействия российской агрессии и продолжения военной поддержки Украины. Как отметил Лой Тостин, Вашингтон уже отправил Киеву часть необходимой помощи и готов продолжить укреплять украинскую оборону. Это, а также дополнительные боеприпасы для систем ПВО «Патриот», дополнительные системы и ракеты для «Хаймарс», а также ПЗР «Кастингер» и ракеты для бронебойных систем. В пакет также входит бронетехника, и это важно, ведь Украине необходимо восстановить свой арсенал. Тем временем наши коллеги-члены контактной группы продолжают активизировать усилия для удовлетворения самых насущных потребностей Киева. Вместе они уже выделили более 95 миллиардов долларов на помощь Украине для обеспечения безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года. Российские военные обстреляли Херсон. Под удар попал одно из предприятий. Один мирный житель убит, еще один получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Как сообщили в областной военной администрации, армия РФ атаковала город с временно оккупированной территорией левого берега Херсонской области. Число погибших в результате удара российской армии по базе отдыха в пригороде Харькова возросло до семи. Напомню, накануне оккупанты дважды атаковали санаторий в селе Черкасская Лозовая ракетами «Искандер». Второй удар был нанесен сразу после прибытия на место теракта медиков и спасателей. Как сообщает областная военная администрация, из 28 пострадавших 4 остаются в крайне тяжелом состоянии. В Еврокомиссии отреагировали на очередную воздушную атаку РФ на Харьков и область. Подобные неоднократные преступления России против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры Украины еще раз подчеркивают необходимость для всей Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны. Она спасает жизни и защищает города и села, а также мирное население Украины. Петер Стана, представитель внешнеполитической службы ЕС в соцсети «Икс». Австрия выделит еще 5 миллионов евро на восстановление энергосектора Украины. Как сообщила австрийская министр защиты климата Леонора Гевеслер, деньги поступят из бюджета ее ведомства. Они пойдут на покупку генераторов, запчастей к ним и ремонт линий электропередач. В прошлом году Министерство защиты климата Австрии выделило на подобные потребности 10 миллионов евро. Цель состоит в том, чтобы эти деньги хотя бы немного упростили восстановление энергетического сектора Украины. Австрия, хоть и нейтральная страна, но также обязана встать на сторону человечества в этой войне. Войне России против Украины. Леонора Гевеслер, министр защиты климата Австрии. В интервью изданию Der Standard. Украина получит от Испании новый пакет военной помощи. Как сообщила испанская министр обороны Маргарита Раблес, в него войдут танки, леопарды и боеприпасы. Поставку ожидают в конце июня. По данным местных СМИ, в пакет также будут включены пулеметы, противотанковое оружие и БМП. Во временно оккупированном Севастополе потоплен российский малый ракетный корабль «Циклон», носитель калибров. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов. По их данным, в ночь на 19 мая по судну, которая находилась в порту, был якобы нанесен удар двумя ракетами «Атакамс». В результате атаки корабль затонул, погибли шестеро военнослужащих Черноморского флота РФ и еще 11 пострадали. Также значительные повреждения получило здание возле Куриной пристани. Напомню, накануне в военно-морских силах ВСУ также сообщили о поражении российского тральщика «Ковровец». Это судно предназначено для обнаружения и уничтожения морских мин и проводки кораблей через минные заграждения. Ранее РФ использовала «Ковровец» для выполнения задач в Атлантическом океане, Персидском заливе и в Средиземном море. Позже корабль перенаправили в Черноморскую акваторию. К этому приложились практически все составляющие сил обороны Украины. Начиная от сухопутных войск, которые первыми уничтожили большой десантный корабль еще в Бердянске. И включая сюда и воздушные силы, и главное управление разведки, службу безопасности Украины, и, конечно же, военно-морские силы. То есть все мы принимаем активное участие в том, чтобы уменьшить количество этих кораблей до идеального значения. Идеальное значение – это ноль кораблей в Азово-Черноморском регионе. Ударами по военным объектам России в оккупированном Крыму силы обороны Украины создают условия, которые делают эту территорию непригодной для противника. Так считает бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Украина делает Крым непригодным для российских войск, отказывая России в использовании решающей территории для ведения войны. Россиянам негде спрятать свои штабы, материально-техническое обеспечение, авиацию, военно-морские объекты на этом полуострове, который по размеру такой же, как американский штат Массачусетс. Бен Ходжес. Бывший командующий силами США в Европе в соцсети X. Украинские защитники стабилизировали линию фронта в Харьковской области. Подробнее об этом, а также об общей ситуации на передовой, далее в сводке генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. С начала суток ВСУ отбили три атаки российских оккупантов, сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. На северском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки, Выемки и Раздоловки Донецкой области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Синьковки, Берестово, Ивановки, Старицы и Волчанско-Харьковской области. Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, также по Слобожанскому направлению. Украинские защитники продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волчья. Окупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют. Наоборот, наши воины отбивают дом за домом, улицу за улицей в этом населенном пункте. Алексей Негубов, председатель Харьковской областной военной администрации в эфире марафона «Едыни новойны». Всего с начала суток на передовой произошло 58 боевых столкновений. Так, на Донбассе украинские военные уничтожили очередной российский миномет. На Запорожском направлении пограничники тоже показали уничтожение миномета армии РФ. А на Харьковском направлении украинские бойцы ликвидировали разведгруппу противника. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию, то, как мы приближаем справедливый мир. Владимир Зеленский, президент Украины в Телеграм. Россияне несут огромные потери, говорят военные эксперты. Контрбатарейная борьба, артиллерийские дуэли, эффективное использование ТПВ-дронов, использование ракет, которые мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества от наших заокеанских партнеров, они делают очень важную миссию. Системно и методично уничтожают вражеский военный потенциал не только на линии боевого столкновения и вблизи ее, но и глубоко в целовых районах российской оккупационной армии. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 493 тысячи человек. За сутки были ликвидированы 1400 солдат, 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем и десятки единиц с другой техники россиян. Министры иностранных дел Финляндии и Великобритании подпишут декларацию о стратегическом партнерстве. Как сообщает глава МИДа Соединенного Королевства Давид Кэмерон, его финская коллега Элина Валтанин сейчас находится с визитом в Лондоне. В документе будет изложено стремление стран объединиться для решения глобальных проблем безопасности и поддержки Украины до ее полной победы в войне. В декларации Финляндия и Великобритания называют Россию самой серьезной и прямой угрозой миру и стабильности всей Европы. В Литве пограничников обеспечат тяжелым вооружением, заявила министр внутренних дел страны Агне Билатайте. Она отметила, что такое решение было принято в ответ на уроки войны, которую Россия развязала против Украины. Также министр подчеркнула, что служба охраны государственной границы Литвы уже оснащена современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО. Европа готовится к обороне от России. Укрепление границы – совместные учения НАТО и тренинги для гражданских. Польша также заботится о защите от возможного нападения на одну из стран Альянса. По мнению экспертов, в случае атаки РФ главной мишенью Путина станет именно восточный фланг блока. Больше о военно-гражданских учениях западных соседей в материале моих коллег. Выходные на полигоне. Жители Варшавы учатся обращению с оружием, ориентированию на местности и оказыванию первой медицинской помощи. Тренинг проводят военные. Вызовом для участников является осваивание базовых действий, связанных с угрозами, которые могут их ждать в будущем. Мы же все знаем, что сейчас происходит в Украине. Тренируйся вместе с армией. Проект Министерства обороны Польши. Стартовал он сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время на тренинг выходного дня пришло более 20 тысяч поляков. Самой популярной частью тренинга является та, которая имеет отношение к обращению с оружием. Там задают больше всего вопросов. На курсы приглашают всех желающих от 16 до 65 лет. Физиотерапевт Марта Седлецкая на занятия пришла с супругом и сыном. Я здесь из-за геополитической ситуации. Даже минимальная подготовка дает мне ощущение безопасности. Мы пришли на тренинг с семьей, чтобы и наш сын знал, как нужно вести себя в случае чего. Петер Петричук – бухгалтер. У него много друзей из Украины. Я никогда не интересовался военным делом, но интересовался геополитикой. У меня ощущение, что ситуация по безопасности ухудшается. Поэтому я решил протестировать себя, немного потренироваться. Возможно, я присоединюсь к силам территориальной обороны или пойду на добровольную военную службу. Добровольную срочную службу Польша внедрила весной 2022-го. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Пройти ее может каждый, кто раньше не служил в армии, чтобы потом остаться в резерве или присоединиться к профессиональным вооруженным силам. Польша, как и страны Балтии, в зоне аппетита в России. Именно эти государства, по мнению экспертов, могут стать первыми жертвами в случае российского нападения на Североатлантический альянс. Называются и вероятные сроки. Попробовать замахнуться на территории стран НАТО Москва может уже через 2-3 года. Поэтому альянс готовится к потенциальному нападению. Уже несколько месяцев страны Блока проводят самые масштабные учения со времен завершения Холодной войны. Задание – отработать реакцию НАТО на атаку врага, в том числе на восточном фланге. В Польше, например, на днях вместе с местными военными тренировались британские и американские коллеги. Частью маневров была переброска боевых групп из Великобритании в Польшу через территорию Германии. Это задание мы выполнили и теперь переходим, собственно, к учениям. Будем отрабатывать ряд тактических действий. Власти Польши объявили, начинают укреплять свою восточную границу с российским Калининградом и Белоруссией. На рубежах поляки возведут линию оборонных бункеров, рвов и траншей. На одной из авиабаз Германии прошли учения НАТО «Звездный рыцарь» с участием американских истребителей. Союзники отработали комплексную программу противовоздушной и противоракетной обороны. В ходе тренинга в военные альянсы налаживали взаимодействие между разными подразделениями и выполнили ряд маневров при различных сценариях военного конфликта. Страны НАТО не должны бояться отправлять своих военных в Украину, считает премьер-министр Эстонии Кая Калас. По ее мнению, это не втянет альянс в войну с Россией. Есть страны, которые уже тренируют солдат на местах. Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут «Это статья 5. Давайте разбомбим Россию». Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований. Российская пропаганда говорит о войне с НАТО. Поэтому им не нужно оправдания. Что бы мы ни делали со своей стороны, если они захотят напасть, они нападут. Кая Калас, премьер-министр Эстонии, в комментарии Financial Times. Руководители нефтеперерабатывающего завода в Славянске на Кубани, так Краснодарский край РФ заявила о приостановке работы предприятия после атаки беспилотников. Ранее сообщалось, что на территорию завода упали 6 дронов. Руководство НПЗ подтвердило, есть видимые разрушения. Была повреждена по меньшей мере одна установка. Кредит на 30 миллиардов евро. На этой неделе министры финансов Большой Семерки обсудят предоставление Украине денег под залог замороженных российских активов. Как сообщает The Guardian, встреча пройдет на севере Италии. Напомню, Евросоюз, страны G7 и Австралия заблокировали около 260 миллиардов евро российских активов. Большая часть денег страны-агрессора находится в ЕС. В феврале Совет Евросоюза согласовал решение перечислять доходы от замороженных средств на отдельный счет. Следующим шагом станет механизм передачи этих денег Киеву. Индия будет участвовать во всех важных мировых саммитах, в том числе во встрече G7 и глобальном саммите мира. Об этом заявил премьер-министр Индии Моди. По его словам, Индия будет звучать как голос глобального юга. Премьер также отметил, что приглашения, направленные Индии для участия в саммитах, являются признанием ее значимости и вклада в международные дела. Россия купила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием для ведения войны против Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. По его словам, россияне использовали баллистические ракеты КНДР для обстрелов Украины. Официально зафиксировано более десятка таких случаев. Все мы знаем, что экспорт таких ракет является нарушением эмбарго ООН на поставку оружия из КНДР. Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше предоставлять Украине все необходимое для защиты страны. Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН, из выступления на заседании Совета безопасности ООН. Визит Путина в Китай показал не просто зависимость России от КНР перед лицом западных санкций. О растущей сближении ценностей и политических приоритетах Пекина и Москвы пишет издание The Washington Post. Без помощи Китая Россия не может продолжать войну против Украины, считают аналитики. Что Путин рассчитывает получить от КНР в нашем следующем материале. Поездка в Пекин российского диктатора стала его первым зарубежным визитом после очередных псевдовыборов. В прошлый раз Путин побывал в КНР в октябре 2023 года. И тогда визит для него и России закончился фактически ничем. В этот раз он привез с собой почти всех ключевых кремлевских чиновников. Очевидно, в надежде добиться от Си Цзиньпина конкретных договоренностей. Пекин превратился в единственного действительно влиятельного союзника Москвы. Растущие в ассальной зависимости России от КНР написали многие ведущие западные медиа. Это стратегическое партнерство, в котором обе стороны нуждаются друг в друге. Но оно становится все более ассиметричным в пользу Китая. Россия теперь замыкается в вассальной зависимости от Китая. Из публикации издания The Wall Street Journal. Партнерство Си и Путина не является браком по расчету. Этот союз необходим для выживания. Из публикации издания The Economist. Очевидно, что Китай стал ключевым экономическим спасательным кругом для России. Из публикации BBC. Западная пресса пишет, что тема обхода санкций стала центральной на переговорах, поскольку Китай может поставлять в Россию товары двойного назначения, необходимые для производства беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения. В Белом доме заявили, что серьезно относятся к растущим отношениям между Китаем и Россией. Мы глубоко обеспокоены и говорили о некоторых китайских компаниях, которые поставляют микроэлектронику и компоненты для защиты российских систем вооружения. Это проблема. И мы обсуждали этот вопрос и с китайцами. Аналитики отмечают, в важных геополитических вопросах Кремль всегда советуется с Пекином. Так было и в начале февраля 2022 года во время визита Путина в КНР перед полномасштабным вторжением России в Украину. На данном этапе, по мнению экспертов, в Москве и Пекину необходимо согласовать позиции по предстоящему глобальному саммиту мира. КНР на него пригласили, в отличие от Путина. Визит Путина в Пекин является примером того, как две большие авторитарные страны поддерживают друг друга, работают вместе, поддерживают экспансионизм друг друга. Война Путина в Европе против Украины – это то, за чем мы очень внимательно следим уже более двух лет. И такого рода экспансионизм дорого стоил международному сообществу. По мнению аналитиков, главное, чего хочет Путин – гарантии того, что Китай продолжит поставлять в Россию производственное оборудование и технологии – станки, микроэлектронику и даже автомобили. Импорт из Китая критически важен для российской экономики, окончательно свернувшей на военные рельсы. Также Москва продолжает настаивать на предложении по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Эксперты убеждены, без Китая продолжать войну против Украины Россия не сможет. Ни технологически, ни экономически. Санкции в действии. Почти все российские танкеры, попавшие под ограничения, простаивают без дела по всему миру, пишет Блумберг. Все благодаря санкциям, которые США вели несколько месяцев назад. И это еще раз доказывает эффективность штрафных мер, которые смогли разрушить поставку российской нефти в другие страны. По данным издания, только один из 40 танкеров РФ смог собрать груз после введения ограничений. Однако данных о его удачной разгрузке пока нет. Путину не удастся тотально перевести экономику на военные рельсы. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гранд Шапс, комментируя новый обзор разведки своего ведомства. В нем, в частности, говорится о том, что в России решили изменить трудовой кодекс из-за дефицита рабочей силы, вызванного мобилизацией на войну против Украины. Кроме этого, Шапс призвал союзников продолжать оказывать военную помощь Киеву. Полная мобилизация Путиным российской экономики просто не жизнеспособна. И он это знает. Если все союзники выполнят обязательства Великобритании поддерживать Украину в течение следующих шести лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможным для российской экономики продолжать военные усилия. Гранд Шапс. Министр обороны Великобритании в соцсети ИКС. Словацкому премьер-министру лучше, он уже может говорить. О стабилизации состояния Роберта Фитца сообщили медики. Напомню, политик находится в больнице со среды. Ему сделали две операции после того, как на него было совершено покушение. После выездного заседания правительства в городе Гандлова, словацкий писатель Юрай Центула несколько раз выстрелил в Фитца. Преступника сразу же арестовали. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Предварительной причиной авиакатастрофы в Иране, в результате которой погиб президент Ибрахим Райси, могла стать техническая неисправность вертолета. Об этом сообщило официальное информационное агентство Ирана. Крушение произошло в воскресенье в горах вблизи границы с Азербайджаном. Все, кто находился на борту президентского вертолета, были найдены мертвыми. В том числе министр иностранных дел, а также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Предположительно, исполнять обязанности президента Ирана после гибели Райси будет первый вице-президент страны Мохаммед Махбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней в стране должны пройти внеочередные президентские выборы. Перемирия на время летних Олимпийских игр в Париже не будет. Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона. По словам украинского лидера, нельзя доверять Путину, который может использовать паузу в боевых действиях для перемещения войск, артиллерии и резервов. Подробнее расскажет Валерия Никипелова. Международный Олимпийский комитет запретил журналистам из России использовать символику страны-агрессора на Олимпиаде в Париже. К слову, к представителям СМИ предъявляют такие же требования, как и к так называемым нейтральным спортсменам, пояснили в организации российскому пропагандистскому медиа. Еще в декабре 2023 года МОК заявил, что допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Среди требований не поддерживать войну России против Украины не быть сотрудником силовых структур и российской армии и не употреблять допинг. Они могут принимать участие индивидуально, в качестве нейтральных спортсменов, без определения, что они принадлежат к определенной стране. То есть стране-агрессору или Беларуси они должны быть в специально сшитой форме. Она будет сшита без признаков национальной принадлежности. Не будет исполняться национальный гимн, подниматься флаг или осуществляться другая идентификация, касающаяся этих стран. Летние игры 2024 пройдут в Париже. В середине апреля президент Франции Эммануэль Макрон призвал к глобальному олимпийскому перемирию. Он заявил, что надеется на режим тишины в Украине, Израиле и Судане с 26 июля по 11 августа. Но Украина выступила против перемирия с Россией. Во-первых, федерация уже трижды его нарушала. В 2008 во время российско-грузинской войны, в 2014 оккупировав Крым и в 2022 начав полномасштабное вторжение в Украину в период между зимними Олимпиадой и Паралимпиадой. Во-вторых, пауза на фронте может сыграть на руку агрессору. Если это перемирие, спортивное олимпийское перемирие, на время Олимпиады именно сухопутное перемирие будет преимущество у них. Потому что есть риск, что когда мы не отражаем их удары и не останавливаем их огнем, даже там, где они продвигаются, есть риск, что они подтянут тяжелую технику на нашу территорию. И никто не сможет их остановить. Мы не против перемирия, мы не против окончания войны, но мы за справедливое окончание войны. И мы против любого перемирия, которое играет на руку противнику. Путин на пресс-конференции во время визита в Китай намекнул, что не согласится на олимпийское перемирие. Названная им причина якобы нарушение принципов олимпийской хартии международными спортивными чиновниками и политизация спорта. Так он назвал запрет МОКО на участие сборных из стран-агрессоров. Несмотря на то, что атлеты из России и Беларуси приедут в Париж, ни Украина, ни ее союзники бойкотировать Олимпиаду не будут. Нам нужно ехать на Олимпиаду. Нам нужно ехать на Олимпиаду. Нам нужно завоевывать медали. Нам нужно поднимать престиж нашей Украины на международной арене, в международном спорте. Нам нужно, чтобы наш флаг поднимался на Олимпийских играх, звучал гимн. Если бы мы бойкотировали, мы бы сломали судьбы многих наших спортсменов. Если они не едут, в следующий раз они уже могут не попасть. А во-вторых, Украина не принимала бы участия, но принимали бы россияне. Атлеты из Украины – желанный объект провокации для россиян, заявил временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный. По его словам, чтобы уменьшить риск возникновения ситуаций, которыми может воспользоваться российская пропаганда, во все регламенты почти всех видов спорта внесли коррективы. Так, украинские спортсмены не обязаны сжать руку и демонстрировать другие знаки уважения по отношению к российским и белорусским атлетам. Наши усилия все же можно назвать успешными, потому что российская и белорусская команд не будет на Олимпийских играх в Париже 2024. Будут атлеты в непонятного цвета костюмах под белым флагом, которым даже запрещено показывать, откуда они приехали. Но все же для каждого спортсмена это вызов, потому что очень сложно выходить на спортивную площадку и соревноваться по правилам фейерплей с человеком, который через несколько рукопожатий знаком с человеком, который нажимает на кнопку, которая, возможно, убила твоих близких. Матвей Бидный, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины в интервью изданию «Дойчевелли». 5 мая на фронте погиб двукратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта Украины Александр Пелешенко. С начала полномасштабной войны на щите вернулись уже 456 атлетов. И это лишь те, кто имел отношение к национальным сборным командам Украины. Вследствие российской агрессии разрушено более 500 объектов спортивной и более 100 молодежной инфраструктуры Украины. Украинец Александр Усик – лучший боксер мира. Авторитетное американское издание «Зе Ринг» обновило свой рейтинг, в котором украинец оказался на самой вершине без разделения на весовые категории. До боя с британцем Тайсоном Фьюри, в котором Усик сохранил статус непобежденного боксера и завоевал титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, он был на третьем месте. Также отмечу, что украинец не покидает список сильнейших боксеров планеты уже почти 6 лет. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами и передаю слово своим коллегам из информационного марафона. Ирина Юсупова и Валерий Клименко продолжат эфир буквально через минуту. Оставайтесь с Фридом и до встречи.